Здравствуйте! Сегодня один из дней юбилейной недели Нарва Кутия Пикескус и у нас в студии бывшие работники этой школы. Представьтесь, пожалуйста. Калинкина Инна Константиновна. Я работала здесь около 40 лет, ну, в общей системе, и преподаватель истории и обществоведения. Сергея Галина Викторовна, преподаваю учитель истории. Учитель физики. И работала в училище 23-м, бывшее 23-е торговое училище. Порядка 30 лет, чуть больше. Я Калинкин Владимир Александрович. Работал в энергоучилище, это 22-е училище. Преподавал тоже историю. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, оказавшись на своем бывшем месте работе? Ну, во-первых, восхищение. Конечно, очень многое изменилось. Но когда я уходила работать, это здание уже было. И поэтому только немножко переставилась, и планировка другая. Перестроилась, и планировка другая. А так, что-то родное, близкое. Очень приятно. А какие у вас приятные воспоминания остались? Ну, приятные воспоминания, наверное, то, что связано с детьми, с нашими бывшими учениками, уже приятно. Я, например, зашла, когда только зашла в училище, увидела сразу нашу бывшую ученицу, которая, наверное, лет 30 назад закончила наше училище. Поэтому это уже было приятно. Все, что связано с вами, с бывшими учениками, с нынешними учениками, если бы мы сейчас работали, всегда это очень приятно. И тепло, и вообще на сердце так тепло становится. Спасибо большое. А хотели бы, чтобы ваши бывшие ученики тоже приходили устраиваться на работу? Да, я вот считаю, что четыре училища объединились. Это здорово. Получился очень хороший учебный центр. По-моему, учиться хорошо. Да вообще много знакомых мы тут встретили. И так были рады, что вы нас пригласили, во-первых. Потом мы очень давно уже говорили о том, ну, между собой, да, что надо бы как-то выпускников и вообще и бывших учителей вместе собрать. Да. Но вот сейчас пришли и так рады были тому, что нас пригласили. Это раз. Во-вторых, мы увидели много знакомых лиц. Это два. И вообще то, что вот новое училище по-другому организовано, перепланировано, это тоже приятно. И вот эта студия, например. Я вижу, что молодые ребята, которые, наверное, на первом курсе только-только начинают овладевать этой аппаратурой, да, они немножко тоже волнуются, как и мы тоже волнуемся. Мы тоже первый раз берём и даём интервью, а вы первый раз снимаете нас. Но я думаю, у вас всё будет впереди, и всё будет очень хорошо. Спасибо большое. И что бы вы могли пожелать в юбилей школы? Дальнейшего развития. Выпускать хороших специалистов, доброжелательных, таких, каких мы хотим видеть вокруг себя людей. Добрых, внимательных. Да, я как всегда говорил ученикам, держите скорость и высоту. Да. И на этой оптимистической ночи мы закончим. Спасибо большое за слова. И вам спасибо. Спасибо. Двадцать девятого сентября был День выпускников, и некоторые из них с удовольствием посетили студию Школьного ТВ. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем праздновать юбилей Нарвского профессионального учебного центра. И в студии у нас выпускники. Представьтесь, пожалуйста. Завален Леонид. Закончил в 2014 году на сварщиках. Меня зовут Мария Попова. Я окончила в 2012 году по специальности туризм. Спасибо. Уже некоторое время прошло с того, как наши выпускники окончили центр. И каково вам снова оказаться здесь? Приятно увидеть всё, чтобы видели до этого в течение нескольких лет. Я всегда с удовольствием сюда прихожу и участвую в мероприятиях, если приглашают. Поэтому всегда с радостью нахожусь здесь. Какими воспоминаниями можете поделиться со студенческой жизнью? Ну, у меня жизнь, наверное, веселее, потому что у меня специальность туризм. Много ездили, много путешествовали, включая ярмарки в Берлине, в Ганновере. Сопровождали различные поездки, также по Эстонии катались. Очень много впечатлений. Очень дружная группа у нас была весёлая. И как бы впечатлений, на самом деле, много-много осталось фотографий, воспоминаний. У нас тоже такая весёлая группа была. Всё время бесились, кричали, играли. Вы поддерживаете до сих пор отношения с группой? Да. А какие планы и цели реализовались у вас после окончания центра? Ну, устроился на работу по своей специальности. Замечательно. А какие у вас? Я работаю по другой специальности. Скажем так, сюда я шла для того, чтобы вспомнить старые навыки. И уже будучи с другой специальностью, поэтому я пришла сюда вспомнить языковые науки, вспомнить, каково это учиться. И, в принципе, мне пригодилось в том плане, что я иногда делаю поездки для друзей, и мы как бы с лёгкостью ездим куда-то без проблем. Спасибо большое. А что бы вы могли пожелать Нарскому профессиональному центру? Его юбилей. Конечно, успехов, процветания, будущих побед каких-то на различных конкурсах, мероприятиях, новых каких-то специальностей, может быть. Тоже было бы хорошо. Спасибо. А какие ваши тёплые слова в адрес? В принципе, ничего, желания те же. Чтобы всё всегда было хорошо. Спасибо большое нашим гостям. И мы будем дальше продолжать праздновать юбилей Нарского профессионального учебного центра. Здравствуйте. А мы продолжаем праздновать день рождения Нарского профессионального учебного центра. И сегодня у нас в гостях выпускница. Здравствуйте. Меня зовут Юлиана. Я закончила профессиональный учебный центр, если мне не изменяет память, пять лет назад, на профессию мультимедийной технологии. А что ты чувствуешь, оказавшись снова здесь? Ну, конечно, ностальгию. Здесь, конечно, многое изменилось с того момента, как я здесь училась. Не было, во-первых, этой замечательной студии. Ну и, конечно, приятно видеть новые лица, ребят, которые учатся, ребят, которые хотят что-то делать. И энтузиазм очень приятно видеть. А что можно, может, рассказать о своей профессии? Ну, красноречивее меня об этой профессии расскажут в приемной комиссии, я думаю. Но в целом база, которую дает мультимедийные технологии, она очень полезна в последующей жизни, даже если ты не собираешься работать по специальности каким-нибудь дизайнером или, например, работать со звуком. Это очень хорошо расширяет кругозор и формирует, я бы сказала, правильные приоритеты, что ли, ценности в жизни. Спасибо за столь ценную информацию. А какие воспоминания связаны с этим центром? Так, ну, на самом деле, очень хорошие и светлые воспоминания, потому что вот именно тот период, когда я здесь училась, я даже не воспринимаю это как учёбу. Потому что это было настолько светлое время, и вот вся вот эта учёба, она проходила как, скорее, в неформальном, что ли, образовании. Мне самой хотелось что-то делать. И вот в этом заключалась моя учёба. Как интересно. А продолжается ли общение с одногруппниками? Ну, не со всеми, конечно, и даже не совсем с одногруппниками, с представителями, скажем, других профессий, которые тоже учили со мной в одно время. Ну, да, общение продолжается, и я очень рада, что эти люди до сих пор в моей жизни. А чем продолжаете заниматься после окончания? Я пошла учиться дальше, теперь я учусь на работника с молодёжью, и даже в этой специальности мне пригождается моя прошлая специальность. И мне очень нравится всегда говорить, что вот моя прошлая специальность, что у меня их две будет. И, в общем-то, это очень полезно, уметь снимать кино вообще везде, рисовать афиши самостоятельно, когда у тебя возникает идея, и ты уже знаешь, как ты можешь её преподнести вообще в молодёжной работе. В моём случае я считаю, что это очень полезно. Спасибо большое. И что бы вы могли пожелать юбилей центра? Наверное, каждому найти себя, я бы хотела пожелать. Заниматься тем, чем ему нравится заниматься, ну, естественно, получать за это деньги. Это же так круто, получать деньги за то, что нравится. Спасибо большое, Юлиане, за очень интересную информацию. Ну, а мы с вами прощаемся. Субтитры подогнал «Симон»